всем здравия желаю а на сегодня у меня можно сказать праздник а это день труда а для меня день труда это когда вот приходишь на работу такой ну вроде как стандартная работа каждый день ну я просто можно сказать живу тут работа она как-то такая идет в стандартном режиме таком не скучно и невеселым а сегодня я работал прям вот реально такой с радостью с душой с желанием что-то сделать и все может быть даже по этой причине шло как по маслу и поэтому перед вами ножи и клинки из ула а как вам и все это не просто из ула это кленовразные спуски вот эта редкость да нет конечно же но это сталь в г-10 блин вот та сталь которая просто такая вот еще в сыром состоянии уже какая-то такая ну как бы трудоемкая ну ничего похлеще видали и шлифуется она все-таки это не подобрала немножко лентушки только в sm мелкая на крупные только в sm никаких кубитронов сюда вообще лучше не соваться с ними это будет без толку а вот именно от начала и до конца мы сын при этом не она там еще называется не будет в смки серые коричневые вот здесь коричневая отрабатывала вот это с плоскостью почему с плоскостью потому что мне нужно было замерить твердость а твердо здесь 62 единицы то есть как бы объяснить если не снять плоскость то там могут быть неправильные показания рисуночек там видно он такой но мелкий такой невзрачный принципе вот этой самой марки и марки после своей структуры стали вот это все подзарезано у меня тут что все было цепляющиеся такой вот и клинок такой вот один с плоскостью с плоскостью вон там отверстие тоже зачищена вот так вот вот в таком вот сатине подводочки всех такие ровненькие тоненькие прям не знаю мне не все нравится вот мне все нравится то есть я не могу пальцем ткнуть сказать ну что-то не так там что-то не так не все так прям вообще вот из крупный крупный чок рисунок кто-то если его видно будет вот он такой редкий он редко подальше смотрите какие кончики да то есть при использовании думайте что вы делаете и как это будет как себя будет чувствовать клинок потому что вот таким вот тонюсеньким подводом клином по обуху но вы кончик ломать это принципе большого ума уже не надо будет это все будет делаться просто до пытался сделать их прям почти полированными нифига закатываются пришлось перерезать опять делать этот клин чтобы он был режущим в общем хотел сделать блестящие не вышло видите у всех остальных вот это вот плоскость она оставлена как она была с ее рождение этой сталюги это во первых ну мало того что там брутальненько как-то выглядит но это самое главное то что вот там все-таки можно поцарапать сейчас появилось вон столу там где тут наждачкой валялся рядышком и поцарапается а вот этот уже вы поцарапать ну никак не сможете ну не вариант и как видите то есть можно оставить скелетным вариантом можно обмотать веревочкой что удобно с отверстиями а можно установить рукоятки вот отверстие я пробовал это без перчатки у меня полностью весь мизинец пролетает руки не мелкие то есть нормально всем подводки тоже прям прекрасные просто ну так когда работаешь вообще прям с душой прям вот я всегда с душой работает но это просто максималку на себе был взрыв взрыв вот этих вот желаний поработать и ну как бы вот так оно и получилось поэтому все все ровно все там все правильно все жестко прям конкретно и вот муж на звук не пробовал сам мощь моща так сказать моща и я всего пять крюков завел потому что я точно знаю его г-10 она трудоемкая если обзавел больше но я обязательно мы какие-то косяков он кидал она вам надо нет ни этого не надо вам тем более и не могу просто сейчас вот прийти каким-то другим дела все бросить вот не сделав такое потому что вот это я уже носил примеру дней 10 в голове такие вот рукоятки и мне очень хотелось реализовать вот эти варианты именно вот так вот прям вот на болтах сидят а втулочки все такое вот как бы блин ну не знаю да единственно может вы заметили на какая-то как шишевенька какая-то такая вот туда-сюда все специально я вам объясняю почему сразу же если я сейчас полирнул бы это это g10 еще американская то есть тех времен еще мне осталось давних она такая если и полирует она полирнется и все будет четко но в руке будет как ледышка вот прям реальности кляшечка будет такая как это высказывать он будет вдруг а сейчас ощущение резины прямо реально резиновая рукоять она прям такой грамм какая тут не скользкая она приятная к это к бархатистая на ощупь поэтому именно сделал вот так вот не стал полировать потому что лично мне нравится вот когда она такая вот резиновый шуршавенькая там такая у нас нет нет ни вот прям от него как шуршавый как шуршавая правильно сказать как деревьях какая-то примеру а нет она блин как вот покрышку автомобиля вот так вот рукой возишь мягкую зимнюю и она такая же примерно где-то так но жесткая то есть покрышку может смять здесь нет это вообще не вариант просто вот это нержавеющие вот эти вот там корби или как них там правильно я не знаю хитро называются ну блин прикольно вот я приму сегодня бы день не закончился если вот эти вот вещи мне сделал вот такая вот еще другой расцветки принципе тоже самое тоже так заставил такую вот чтобы не скользкую рукоять нам очень понравится она очень прям такая тактильная в руке не скользкая и приятная прямо такой мелкий мелкий бархат какое-то ощущение такое вот вот единственный у него минус ну как бы мало того что здесь вот с ней как бы так полудохаться приходится но это как бы с чем не приходится да а кому легко то но дело в том что даже горби они недорогие а вот это вот еще штуковина в те еще времена когда я закупал а это было еще там мохнатые волосатые какие-то то ли восемнадцатые семнадцатые года она еще в то время стоило уже ай-яй-яй сейчас она наверно бесценна ее просто наверно не найти вот это все американские варианты у меня еще как бы вот в таких вот расцветках не в общем есть запас я такой запасливый как енот наверно там все в нору нору там больше чтобы на всю жизнь на вторую его осталось там а что не то да у меня принципе вот тоже что радует у меня сын взялся учиться резать клинки не радость ли предлагаю вашему вниманию вот такие варианты я так рад прям вот прям вот реально картинка прямо глаз радует клинки тоже меня радует но они какие-то такие четкие холодные жесткость вот этот их как-то прельщает и сталюга я вам скажу все-таки достойная вот как ни крути она достойная по отверстиям это отверстие 6 миллиметровые сразу вам скажу поэтому вот эти вот корби или не знаю как правильно звать ну вот такие вот вот такие вот штуковины вот они как там два болтишка вот в эту трубочку из нержавейки будет жесткой какое-то будущее когда у меня вот заготовки уже вырезаны по контуру закончится я все таки уже на лазере там скажу что перерисовали на 5 миллиметров потому что 5 миллиметровых у меня корби просто вот он мешка девать некуда а вот 6 блин пришлось искать закупать чесать у ценники вот эту фигню мягко выражаясь блин как-то ну перебор но терпимо все здорово все прекрасно кстати я их не заточил а давайте-ка их сейчас да а то какой нож без заточки ну вот и заточил как говорится что за нож до который не заточен это уже не нож единственно что только у меня к ним у стопнов нет нужен и ну что делать вот такая вот кромочка такая вот заточка вышла зеркальная точилась так себе не особо просто ну для меня нет сложных вариантов они сону все заточиться любой вариант просто это точился ну не просто и вот давайте даже вот так покажу сейчас рук не связь видите да он бреет сейчас надо будет его спиртом шваркнуть пусть таких делов но я очень педанк не такой вот по этому поводу не тут волосы шваркнул надо спиртом обязательно а тут вы сами понимаете но это что туда пробовать это просто глуп вообще кстати как по маслу идет вот тоже статьи мне нравится она прям реально какая-то такая вот бумажку режет нет нет вот этого нету а так вот так вот делать просто тихо так мягко так так еще что я не могу режу масло прекрасно очень результатом доволен и уверен что буду продолжать в том же духе в том же русле только там еще есть несколько марок стали тоже нержавеющих так что еще работы хватило бы здоровья остальное все сделается все спасибо за внимание и до новых встреч на новых обзорах пока